Всем привет! Сегодняшнее видео для тех, кто любит мои рисовашки. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Мирунова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти руки. Этим ногтям уже больше месяца. Хотя, если на них посмотреть, то сразу так и не скажешь. Можно подумать, что ногтям где-то недели три, а не полтора месяца. Но прошлые ногти делала я, поэтому я точно знаю, сколько прошло времени. От коррекции к коррекции. Если помните, в прошлый раз эта девочка ко мне пришла со своими очень длинными натуральными ногтями, перекрытыми гель-лаком. Но пять или шесть ногтей, я уже точно не помню, были сломаны. Поэтому мы решили перекрыть свои натуральные ногти твердым материалом. А именно я это сделала гелем. Обычно я натуральные ногти при коррекции всегда выпиливаю. Но так как моя клиентка еще не знала, хочет она именно смоделированные ногти или свои натуральные, то в тот раз я ее ногти натуральные оставила. Выпилила только кончик, совсем чуть-чуточку, чтобы, если клиентка захочет все-таки вернуться к своим натуральным ногтям, я смогла снять твердый материал и перекрыть ее ногти гель-лаком. Но пришелся ко мне на маникюр, девочка сказала, что все, делаем все точно так же, как и в прошлый раз, потому что ей очень все понравилось. Ей была комфортно короткая длина. Ну, как сказать, короткая? Короткая для ее ногтей. И ей понравилась именно вот такая процедура именно с гелем, потому что ногти были ровные, красивые, не было никаких поломок и материал не дал никакой усадки. Меня часто на прямых эфирах спрашивают Вика, какие вы базы используете. Я всегда отшучиваюсь и всегда говорю, что у меня нет много баз. На самом деле есть много баз, но у меня есть одно правило. Если ногти короткие, тогда я использую базы для гель-лака. Ну, а если клиент хочет очень длинные ногти, и тогда, ну, мне проще намного взять именно твердые материалы, именно жидкие гели и сделать коррекцию. Потому что тогда длинные ногти будут в сохранности, можно так сказать. Они нигде не сломаются. Если делать это все именно гелями, то можно и приподнять клюющие кончики. В общем, мне такой вариант нравится больше, чем когда просто работать именно с обычными базами. Но есть, конечно, и случаи, когда приходят клиентки просто с шикарными своими натуральными ногтями, когда они очень твердые, все ровные. Тогда, конечно, смысла делать коррекцию им вовсе нет. И я делаю тогда, конечно, покрытие гель-лаком. Особенно если клиент не перенашивает и приходит на маникюр вовремя. Тогда, конечно, можно делать и гель-лак. Ну, а я еще раз повторяю, что это моя методика, это мое правило. И именно по такой системе работаю я. И моим клиентам нравится. Кто-то другой работает совсем по другой системе. Кто-то использует разные базы. И это тоже правильно. У каждого мастера своя технология. И как точно правильно, вам не скажет никто. И вообще не имеет права даже что-то говорить. Потому что каждый сам решает для себя, что использовать. Пишите в комментариях, как вы считаете. Вы любите наносить на длинные натуральные ногти твердые гели? Или же все-таки берете базы для гель-лака? Пишите в комментариях, интересно почитать. Ну, а пока я с вами болтала, уже заканчиваю делать коррекцию. И могу приступать к покрытию ногтей гель-лака. Как же было бы круто, если все так было бы и в жизни, а не только в видео. Круто было бы иметь суперспособность и делать очень быстро ногти. Но, к сожалению, такое бывает только в видео. Моя клиентка захотела сделать розово-голубые ногти. Поэтому я и перекрываю ее ногти розовыми и голубыми гель-лаками. Ну, а что моя клиентка захотела нарисовать, вы увидите чуть попозже. В прошлый раз мы рисовали драконов с мультфильма «Как приручить дракона». А в этот раз моя девочка попросила нарисовать вот такого мультяшечного дракона, волшебного дракона с мультфильма «Мулан». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как вы и поняли, дело одним драконом у нас не закончилось. И на правой руке нарисовали целую сказку. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн и понравился ли вам он. Я очень надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немножечко было полезным для вас. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. С вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!